Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мерслях. Задание 717. В треугольнике АВС угол АЦБ прямой, СХ – высота данного треугольника, СД – бисектриса треугольника ВЦХ. Докажите, что АЦ равно АД. Итак, нам дан прямоугольный треугольник АВС. Изобразим его, и у него угол С прямой. Запишем угол АЦБ. 90 градусов. В этом треугольнике мы проведем высоту СХ. СХ – высота. И СД проведем. СД. СД – бисектриса. Ну и здесь нужно обязательно указать, какого угла бисектриса. Угла БЦХ. Значит, тогда вот эти углы равны. Угол А1 равен углу 2. Вот так. Ну и нам нужно доказать, что АЦ равно АД. Давайте все-таки подчеркнем, что угол А1 равен углу 2, потому что бисектриса СД по условию делит угол ВЦХ на 2 равных угла. Теперь мы будем рассматривать прямоугольный треугольник. Запишем так. В прямоугольном треугольнике СХД. Он прямоугольный, потому что он образован высотой СХ. Угол А в нем прямой. Вот в прямоугольном треугольнике, как и в любом прямоугольном треугольнике, сумма острых углов равна 90 градусов. То есть угол А1 плюс угол, второй угол, мы его назовем так, АДС. АДС. Вот сумма этих углов равна 90 градусов. Тогда отсюда угол АДС будет равен 90 градусов минус угол А1. Так, а теперь мы рассмотрим угол АЦД. Ну, угол АЦД можно представить в виде разности углов. АЦБ и минус угол 2. Ну, получается, что луч ЦД делит угол АЦБ на два угла АЦД и угол 2. Поэтому мы его так можем записать. Угол АЦБ – это же 90 градусов по условию. Значит, получается 90 минус угол 2. Но угол 2 равен углу А1. Значит, мы можем записать 90 минус угол А1. А теперь, если мы сравним вот это равенство для угла АДС и вот это выражение для угла АЦД, получается у нас тогда, что угол АДС равен углу АЦД. Но это же углы треугольника АЦД. Значит, если треугольник АЦД имеет два равных угла, то выполняется признак равнобедренного треугольника. То есть треугольник АЦД равнобедренный. И в нем напротив равных углов лежат равные стороны. Напротив угла АДС лежит сторона АЦ, а напротив угла АЦД лежит сторона АД. И, значит, это равные боковые стороны АЦ равно АД. Но это и требовалось доказать. Поэтому задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.